Добрый день друзья, с вами Федерация Судебных Экспертов, меня зовут Василий Костюченко, мой помощник Панкратова Алена Анатольевна. Тема нашего сегодняшнего доклада это франчайзинг в области судебной экспертизы или в принципе независимой экспертизы как таковы. Многие из вас знают, что мы обладаем гигантским опытом работы с регионами, в регионах, имеем несколько десятков региональных офисов по нашей стране и запросы на тему сотрудничества, партнерства, очень частый для нас с Аленой Анатольевной. В связи с этим мы сообщаем, что мы готовы и уже совершили несколько итераций по франчайзингу, по сотрудничеству с нашими новыми молодыми партнерами в регионах. Я сейчас буду сообщать такие вот вводные данные, а вы для себя определите, надо ли вам это или не надо. Ну, во-первых, франчайзинг по Москве, то есть партнерство, а это партнерство по Москве, мы никому не предлагаем и не будем предлагать вообще. Но если вы молодая компания, амбициозная компания, находящаяся где-нибудь в Серебряных прудах, в Лобни или в Дальнем Подмосковье, мы, наверное, рассмотрим ваше заявление точно. Что будет включать в себя наши с вами сотрудничные? Ну, во-первых, договор о совместной деятельности, в скобочках, о партнерстве. Согласно нашему договору, вы будете представлены на всех наших рекламных ресурсах, на наших интернет-сайтах. Сайтов у нас много, обращений в адрес Федерации судебных экспертов огромнейшие, поэтому все эти обращения вы будете получать в своем городе по своему персональному телефону. Василий Владимирович, это должна быть какая-то экспертная организация со своим штатом, условно скажем, базовым набором экспертов? Нас совершенно сейчас не волнует экспертная организация, юридическая какая-то компания, консалтинговая компания, международная компания. Мы просто делимся нашими наработками и дарим вам, фактически дарим вам весь клиентский трафик по вашему городу. Надо понимать, но это глупо предполагать, что мы можем обслужить всех клиентов на территории всех субъектов Федерации, во всех малых и великих городах. Это невозможно технически, поэтому мы спокойно, понимая, что мы всех проглотить не можем, несмотря на мои габариты, да, мы спокойно отдарим этот клиентский трафик и наши наработки, наши технологии вам, уважаемые будущие коллеги. Какие требования должны быть у компании-партнера? Шальных денег судебной экспертизы нету. Это факт номер два. Факт номер три, то что вам придется очень быстро, очень активно действовать. Если вы не экспертная организация, вы должны крайне быстро набрать штат экспертов, которые вас не подведут и не подведут вас под статью. Это очень важно. Надо вам рассказать, что будет, что, как мы вас будем продвигать. А, друзья мои, мы единственная компания, которая на рынке франчайзинговых услуг вас продвигает. Обычно продается вам возможность, ну, допустим, вы хотите продавать услуги Макдональдс, да, или какого-нибудь Теледва, компания Теледва. Когда вам дают возможность размещать логотип, обучать персонал, как готовить вот эти вот сэндвичи, да, как жарить курицу, берут с вас нехилую сумму денег, там, миллион рублей, к примеру, да, или может быть больше, а может быть 10 миллионов рублей. И вы процветаете за счет авторитета компании Макдональдс или там компании Теледва, но фактически клиентов вам никто не приводит. Мы говорим, что, ребята, все эти лейбы, все эти торговые знаки, ну, не настолько важны в ведении нашего бизнеса, поэтому мы дарим вам клиентский трафик. Это очень-очень важно. Важнее даже, чем сам факт обладания лейбом торговой маркой Федерации судебных экспертов. Кстати, марка у нас зарегистрирована, вы сейчас ее увидите где-нибудь, либо здесь, либо здесь на экране. Дальше, марка, кстати, торговая марка никогда, вот именно в нашем, действительно в нашем бизнесе не гарантировала клиентский трафик. Это факт. Экспертные организации помнят по названию, но никогда не воспринимают по торговой марке, ну, наверное, потому что мы не массовая организация, мы не Теледва, мы не Мегафон, не МТС, вот, не Консультант Плюс даже, да, то есть нас по лейб, никто никогда не воспринимает, только на слух. Возможно, кто-то еще мою физиономию ассоциирует с нашей деятельностью, но это редкий, наверное, случай. По поводу разрешительной документации, компания-партнер выпускает свои заключения на наших бланках с нашими разрешительными корочками СРО и прочими или со своими? Если, если вы работаете под нашим лейбом, мы поможем вам, то есть предоставим вам образцы наших документов, то есть вы будете пользоваться нашим лейбом при выдаче заключения экспертов. У нас будет сдвоенный бланк, кстати, я вам сейчас покажу на экране, так вот, у нас будет, вернее, у вас будет сдвоенный бланк, где будет указана компания, ваша компания, с приличным наименованием, не ООО «Ландыш», да, а, допустим, какой-нибудь центр судебных экспертиз, город Норильск, к примеру, да, ниже член Федерации судебных экспертов. Это у нас обязательно будет требование, во-первых. Во-вторых, все счета будете выставлять лично вы, получать деньги, то есть в оплату экспертных услуг будете вы, ваша бухгалтерия, все деньги будут поступать на ваши расчетные счета, либо в вашу кассу, и никакого отношения к вашим деньгам Федерация судебных экспертов иметь не будет. А какие деньги потратите вы, как наши будущие партнеры? Наши роти составляют несколько сотен тысяч рублей в год. Оплачивается это единоразово, вот, и продлевается на тех же условиях ежегодно, ежегодно. Поэтому, если вы компания, состоящая из одного человека, и в кармане у вас мятая трешка, то я не думаю, что мы вообще друг другу чем-либо можем помочь. Друзья, надеюсь, не повторюсь, то есть... Да, по финансовой составляющей, какие здесь перспективы? Перспективы простые, то есть никаких роутер, то есть ежемесячных процентов от валового поступления не предполагается, предполагается лишь ежегодный платеж в размере нескольких сотен тысяч рублей. При этом, в свою очередь, вы получаете возможность работать под брендом Федерации судебных экспертов, под нашим логотипом, на наших бланках. Если у вас проблемы есть с регистрацией предприятия, мы вам поможем, зарегистрировавшую компанию в городе Москве. Если у вас не совсем обученные эксперты, мы будем обучать за отдельную плату ваших начинающих экспертов. Если мы экспертов не отучили в Москве, не обучили, не провели с ним недельную, там, месячную работу, то мы за таких экспертов тоже не будем нести ответственность по объективным причинам. То есть, это ваш страх и риск. Все финансовые обязательства с вашими клиентами, с судами в вашем городе, с адвокатами, там, просто с визлицами несете вы персонально. За качество экспертных услуг несете вы ответственность персонально. И если у нас, вернее, у нас с вами не получится сотрудничество, то есть вы, извините за прямоту, накосячите, вашу экспертную организацию будут преследовать правоохранительные органы, либо вы как-то некорректно себя будете вести с судебными органами, наше сотрудничество может закончиться. Предельно, предельно просто. Друзья, ну, примерно вот такая, такая водная концепция мной озвучивается. Из какого города будете звонить, нам совершенно, ну, нас совершенно не волнует. Мы будем рассматривать вашу компанию отдельно. При написании заявочки указывайте полные данные вашей компании, чем занимается, где располагается, какое помещение имеет, сколько у вас экспертов. Желательно не только число экспертов, у меня там 50 экспертов, а их специализацию. Дальше мы вас через службу безопасности проверим. Если вы нам как-то приглянулись, мы будем с вами работать. Не приглянулись, работать мы с вами не будем. Да, мы в первую очередь приветствуем экспертные, маленькие экспертные организации региональные. Чуть хуже относимся к неэкспертным организациям. Ну, потому что с вами будет больше мороки, больше суеты. Итак, друзья, вот примерно такая вот озвучена концепция. Все нюансы жизнедеятельности и сотрудничества обсуждаем уже под видео, под этим видео. Создаем вопросы лично мне, либо Алене Анатольевне. Она у нас специалист по работе с франчайзи. И вы об этом, в принципе, уже знаете. Да, по поводу разрешительной документации, это членство СРО, документы на лабораторию, сертификация, аккредитация, лицензии, может быть, какие-то предоставляем мы организациям-партнерам или нет? Или нет. Или нет, наверное, в принципе, и будет ответ. Хотя надо все-таки рассказать. Смотрите, друзья, если платеж за экспертизу пришел в вашу организацию, под ваши учредительные документы, где вы в качестве директора, то документы должны быть у вас. Комплект документов у федерации стоит несколько десятков миллионов рублей по стоимости. Поэтому, чтобы пользоваться, чтобы прилагать эти документы, платеж, договор должен заключаться от лица федерации судебных экспертов, а не вас как члена федерации. Поэтому, если к вам поступила заявка, к примеру, классический пример, на проведение, допустим, судебно-медицинской экспертизы, психиатрической экспертизы, то ваша организация выпадает из этого процесса. То есть нам придется оформлять договор от московского офиса, центра медицинских экспертиз, это наша дочерняя организация. Да, то есть если нет медицинской лицензии, то тогда вы выпадаете из процесса. Вы выпадаете, но при этом у вас сохраняется, гарантированно сохраняется премия, премия, система премирования у нас от 10 до 20% от чистой стоимости экспертизы. Что такое чистая стоимость экспертизы и грязная стоимость экспертизы? Предельно просто выяснить, то есть что такое грязная стоимость экспертизы. Это в ней учитывается почтовые расходы, транспортные расходы, лабораторные расходы, авиационные перелеты, ЖД-перелеты, услуги такси, то есть все, что связано с проведением экспертизы. Иными словами, это сумма, которая указана в счете по договору, либо по судебной экспертизе. А по факту лабораторные или командировочные расходы могут съедать до 50% от стоимости экспертизы. Ну, допустим, придется нам лететь, особенно эксперту, лететь на Чукотку. Стоимость билетов туда достигает нескольких десятков тысяч рублей, возможно, даже сотен. Поэтому с этих денег процентов вы не получаете. Поэтому в любом случае, если вы не можете исполнить экспертизу, если у заказчика есть требования по наличию у экспертной организации какого-то дикого комплекта право устанавливающих документов, мы решим так или иначе этот вопрос без затруднений. Я так полагаю, что кроме судебно-медицинской лицензии, которая дается медицинским организациям, которую трудно оформить, иногда невозможно оформить, схема, о которой я только что сказал, будет крайне выгодна, потому что либо вы вообще не зарабатываете, либо получаете гонорар, только что мы ее озвучили, там, 10-20%. Это нюансы, о нюансах мы сейчас говорить не будем. По этой схеме мы работаем уже с 2008 года примерно. То есть первый региональный офис у нас работает с 2008 года по этой схеме, то есть 12 лет. Надо понимать, что кроме медицинской, психиатрической, психологии, психиатрической экспертизы, где требуется медицинская лицензия, есть ряд других документов, без которых обвести деятельность невозможно. Допустим, лаборатория, ну, сертификаты лаборатории на тот или иной вид исследований. Ну, как вы понимаете, или вернее, как вы должны понимать, наиполнейший комплект этих сертификатов лаборатории, эти лаборатории у нас имеют место быть. Поэтому, если клиент требует наличия, там, какой-нибудь химической лаборатории, а у вас ее нету, welcome, будем проводить через головной офис, через московский офис на вышеозвученных условиях. Надо дополнить, что мы будем облагораживать вас, как наших партнеров, сертификатом о членстве Федерации судебных экспертов. Это членство будет входить в состав кейса, так сказать, по франчайзингу. Для вас это будет бесплатно. Все это будет входить в стоимость наших услуг, наших вам услуг, в рамках договора о совместной деятельности, в скобочках, о партнерстве. И для тех, кто не юрист, сообщаю, что франчайзинг – это международный термин в России договора, вернее, в российском законодательстве, гражданском законодательстве понятия франчайзинга отсутствует. Вернее, искаженная форма франчайзинга указана в статье номер, которую вы сейчас видите. Звучит она совершенно неадекватно. Фактически, в России франчайзинг ограничивается правом предоставления вам в пользование какого-нибудь товарного знака. И не более того, в нашем с вами договоре, о котором мы несколько минут дискутируем, мы дарим, действительно дарим вам весь клиентский трафик по вашим регионам. По вашим регионам. Пожалуй, все. До свидания, друзья. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»